Добрый день! Сегодня у нас Кловер Пираминкс от Чи. Такая вот коробочка. Много всякой информации. Куплено на зоне как-то очень недорого. Матфолк стоит, улыбается. Код товара. Всякие тут дополнительные штрих-коды, наклейки. Нарисована сама головоломка. И где-то здесь должно быть еще обозначение цветной. А, ну вот. Бывает в черном пластике, бывает в цветном. Дизайнер Юканг Ву. Взвлекаем. Платик цветной. Инструкции нет. Не положили. Видим два логотипа. Мофанговский. И написано стар. В чем суть? В том, что это Кловер. Подобная головоломка. На самом деле она на Кловер похожа. Но по факту Кловером не является. Название такое, потому что того же бренда есть Кловер Куб. Который на самом деле Кловер Куб. И у него как раз ровно так же вращаются ребра. Но здесь механизм Коптера или Кловера. А здесь механизм 3х3. Это ровно такой же Кловер Пираминкс, как вот это Кловер Куб. То есть визуально похож. Но это 3х3. Настоящий Кловер Пираминкс должен хотя бы быть примерно вот таким. Это от Уан-Лан. И здесь механизм действительно Кловера. Но это душное отступление про название, наименование. Вот это Кловер. То есть собирать нужно какими-то там перестановками Кловерными. Здесь же это 3х3. И самый ближайший родственник, который бывает, на удивление, Мастер Морфикс. Четыре грани. Пусть Мастер Морфикс слегка выпуклый. Четыре цвета. Вращается вот так вот. Ребро тетраэдра. Что здесь, что здесь. Но Мастер Морфикс никто Кловер Пираминксом не называет. Хотя механизмы примерно одинаковые. Но есть свои отличия. Внимательный зритель моего канала скажет, что Кловер Пираминкс был уже на канале. И да, действительно. Был. В черной версии. И тогда я его собирал на видео чуть ли не впервые. Возможно пару раз. И не заметил, что его можно собирать как трешку. Форму он так же меняет. И пытался его собирать, как будто это Мастер Морфикс, в котором я не хотел менять форму. Ну, такой принцип Борг, естественно, оказался совершенно неэффективным. Гораздо проще и быстрее собирать эту головоломку как 3х3. Хотя, это сделать и сложнее, чем на обычном Мастер Морфиксе. Тут все вроде бы и так понятно привычно. Здесь же, если вы собираете впервые такую пирамидку, то нужно немножко сориентироваться. Хотя движения те же самые. Но вы спросите, зачем я купил вторую такую же головоломку? А все дело в том, что внутри вот этих вот уголков, это же пустое место, но внутри есть уголок. Вот этот. Этот полностью синий. Этот полностью зеленый. Есть там полностью желтый, вот этот. И полностью красный, вот этот. На превью вы видели картинку, где эти уголки выведены на грани. Треугольнички уголки, их можно поменять на вот эти вот внутренние. Примерно это выглядит вот так. И в чем же разница черной версии и цветной? Да в том, что в черной версии все вот эти уголки черные. Абсолютно черные, абсолютно одинаковые. И если не вносить в головоломку никаких своих доработок, то и цветная собирается ровно так же. То есть на цвет вот этих внутренних элементов можно внимания не обращать. Но! Можно их механически разобрать и сделать по цветам уголков. И тогда нужно будет и собирать их тоже. То есть получить полноценный мастер-марфикс. Но это можно делать при желании, хоть это и не обязательно. Я когда буду делать обучающее видео, такой момент тоже рассмотрю. Ну а сейчас мы перемешаем головоломку. Ну и соберем. Уже как три на три. Будет интереснее и веселее. Сначала вот я перемешал движениями на 180 градусов. Да, вот это вот большие элементы двухцветные, это центры. Лепестки одинаковые, это ребра. Вот берем мастер-марфикс. Двухцветные элементы центры. Одноцветные одинаковые, ребра. Трехцветные крупные, понятно, углы. И одноцветные маленькие тоже углы. А здесь маленькие одноцветные, вот они. А внутренние, они тоже одноцветные. И они внутри. И поэтому цвет их пока не важен. Ну если их механически не поменять. Ну и изменение формы тоже. Сделаем что-нибудь. Как-то вот так вот вращается. Форма немного более пугающая по сравнению с мастер-марфиксом. Но это дело привычки. В любом случае, уголонку рекомендую, если хотите чего-то поинтереснее в своей жизни. Покрутить, чем Меррорблокс и Фишер Куб. Ну как-то вот так вот установимся. Дальше все равно будем тоже перемешивать. Ну и собирать будем как мастер-марфикс, исключительно. Для этого возьмем синий-красный центр. К нему добавим два синих лепестка, два красных лепестка. И это будет крест. Вот какой-то синий лепесток. Ставим его сюда. Еще синий есть. Вот какой-то синий, но его бы развернуть. Поэтому поворачиваем немножко дальше. Так и вот так. Два синих есть. Сюда поставим два красных. Так, этот красный не очень. Подвернем вот так. Есть еще вот здесь вот красный. Поставим вот так. И это крест. Похоже на целую грань, но это крест. Пока неправильный. Его нужно подружить с двумя центрами. Два красных лепестка. Один красный центр. Второй красный центр. Вот с ними будем и дружить. Ну а два синих с двумя синими должны. Так, вот этот центр правильно развернут. Крест держим снизу. Синий красный. Здесь будем разворачивать. То есть вот фактически вот такое положение головоломки. Одно ребро снизу, там где крест. Зелено-желтое ребро сверху, там где будет у нас верхняя грань. А все остальное это боковые элементы. Значит, поднимем вверх. Отведем в сторону. Развернем. Вставим. Возвращаем. Видим, теперь совпадает. Дальше. Здесь синий с зеленым не совпадает. Поднимем вверх. Отведем в сторону. Был зеленый. Наверное, надо вот так. Стало хорошо. Ну и здесь. Ну, этап интуитивный, как на любых шейп-модах. Повыше. Чтобы у нас... А где у нас? Вот на зелено-желтой грань. Слишком далеко. Отводим. Поворачиваем. И вот так вот должно подойти. Проверяем. Да. Тут хорошо. Тут хорошо. Везде хорошо. И вот у нас крест уже правильный. Ну, теперь нужно дособрать первый слой. Я не буду собирать F2L, как на Мастер Морфиксе. Аккуратно соберем просто первый слой. Причем, ну, вот здесь вот тоже проверяем. Если сейчас кажется, что пусто, но на самом деле там зеленый треугольничек. Его нужно оттуда извлечь и заменить вот это место чем-нибудь крупным. Любым крупным уголком. Ну, а для этого можно взять что? Вот здесь есть синий. Он тоже подойдет. Нужно его поставить вот сюда. Делаем просто пиф-паф. Так. И ничего страшного, что отсюда что-то ушло. Ставили сюда уголок. Дальше вот сюда нужно синий треугольничек. Он вот здесь. Делаем тоже пиф-паф. Аккуратно. Встал. Здесь проверяем. Здесь красный маленький. Надо заменить на что-то другое. Вот здесь. Здесь красный страшный. Ставим его сюда. Так, теперь красный маленький. Ищем. Вот он. И вот так. И вот у нас уже собран первый слой. С какими-то внутренними уголками. Я их поставил просто рандомные. Лишь бы были большие. Дальше нужно собрать второй слой. А второй слой. Это все, что не вот здесь. Все, что не здесь. Это второй слой. То есть нужно поставить вот сюда синий лепесток. Вот сюда зеленый. Сюда красный. И сюда желтый. Давайте начнем с очевидного. Желтые, они все одинаковые. Поэтому берем любой, который нравится. Один стоит уже на месте. Но его надо разворачивать. Не будем это делать. Как там в мастер-морфиксе было? Ставим уголок над центром. Не уголок, а ребро. И если оно стоит криво, значит так оно и надо. Центр. Перед нами. Ребро. Вот это. Надо поставить сюда. Отводим в другую сторону. Поднимаем. Возвращаем. Опускаем. Да. И теперь что? Так. Так. И вот так. Да, только я поставил не то. Поставил зачем-то зеленое. Ошибся. Еще разок. Желтое ребро. Над центром. Вот над этим. Отводим в сторону. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Вот это вот ребро. Ставим. Вот сюда. Вот. Теперь все хорошо. Дальше. Ровно с тем же успехом. Давайте поставим вот это зеленое. Вот это зеленое сюда не захочет. С этого места. Но вот с этого захочет. То есть здесь оно стоит криво. То есть располагаем над центром так, чтобы стояло криво. По цвету совпадало, по форме нет. Надо ставить сюда. Отводим в другую сторону. Здесь. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Получили вот ребро. И внутри вот этот красный уголок. Это пара. Отводим сюда. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Этот этап не очень визуально очевиден. Но стоит немножко потренироваться, станет понятно. Так. Осталось вот сюда красный. И вот сюда синий. Красный поищем. Вот красный. Опять берем там, где криво. Ну, даже вот красный-то вот здесь. Цвет вроде бы совпадает. Надо поставить вот сюда. Криво-то криво. Отводим в сторону. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Вот уже красивая пара. С одноцветным уголком. Ну, с маленьким. Просто загоняем. Хорошо. Ну и повторяем здесь то же самое. Здесь, кстати, можно сделать еще вот так вот. Из-за того, что уголок симметричный. И соединить пару. Отвести. Вернуть. И потом уже назагнать. Интуитивно. Но можно так и не делать. Дальше. А дальше уже просто. Ориентируем центр. Смотрим. Ну, здесь все ребра по цветам совпали. Если бы не совпали, сделали бы мы рыбку. Такой вот алгоритм. Р, У, Р штрих, У, Р, У2, Р штрих. И тогда бы они переместились бы. Если делаем правую рыбку, то у нас перемещаются вот эти три элемента против часовой стрелки. Если делаем левую рыбку, то эти же три элемента по часовой стрелке. Тот, который перед нами стоит на месте. Вот сейчас нужно что сделать, чтобы стало хорошо. Зеленый сюда, желтый сюда, желтый сюда. То есть нужно сделать рыбку слева. Делаем Л штрих, У штрих. Л, У штрих. Платно. Еще аккуратней. Л, У2, Ф штрих. И вот они снова встали как надо. Но радоваться-то рано. Нужно сначала их развернуть. Мы видим, что это палка. Делаем фронт. Пих-паф. Л, У штрих. Если слова, которые я говорю вам не знакомы, то вероятно стоит начать с кубика рубика 3х3. А это взять попозже. Ну и дальше смотрим. Опять что-то переместилось. Наверное, надо переставить. Ну и переставить обратно левой рыбкой. Л штрих. Немножко разъезжается с непривычки. У штрих. Л. У штрих. Л штрих. У2. Л. И вот. Ну кажется, что вот. Вот так вот вообще все собрано. Но. Тут сюрприз. Говорят, здрасте. Я тут не поместился внутри. Ну и соответственно маленький желтый уголок тоже где-то стоит не на своем месте. Не тут. Он вот тут. И нам нужно выполнить некую перестановку, чтобы полностью собрать наш кловер пираминкс. Вот этот лишь бы на месте остался. Остальные визуально не важно где. Надо, чтобы просто желтый вернулся. Отсюда сюда. Ну мы возьмем вот этой зелено-желтой гранью к себе. Вот этот слева сверху, чтобы оставалось на месте. И делаем из кубика 3х3. И делаем один, либо два перма, либо один обратный. Чтобы вот эти вот три уголка перемещались. Я сделаю один обратный. Так. Так. Стоять. И что произошло? А все. Кловер пираминкс собрался. И это гораздо быстрее, чем сначала делать форму, а потом движениями на 180 что-то там переставлять. Хотя такой способ сборки тоже существует. Но все же для чего был куплен именно цветной экземпляр кловера пираминкса? То же самое я могу делать и на черном. Во-первых, чтобы сделать вот этого ежика, который сейчас давайте попробуем тоже воспроизвести. Когда мы вот эти маленькие треугольные уголки меняем на большие, того же цвета. Это вроде бы красиво выглядит. Вот здесь крупный синий. Его можно поставить вот сюда, тем же самым апермом. То есть уголки будут гулять в пределах вот этого слоя. Делаем аперм. Так. И поставим синий на это место. Раз. И синий вылез. Дальше. Сюда надо бы зеленый. Он как раз здесь очень удобно. Давайте зеленый сюда поставим. Тем же апермом. Хорошо вращается головоломка. Иногда это избыточно хорошо. Так. Два рога уже есть. Сюда нужен красный. Так. Тут у нас желтый. Тут никого. Красный. Где ты красный? Красный. Вот он. Красный далеко. Давай тогда сначала желтый поставим. Где ты его тут. Находил. Вот он желтый. При этом чтобы ничего не сломалось. Будем играть вот на этой грани. Желтый отсюда перейдет вот сюда. Вот это останется на месте. Не важно. Это куда-то переедет. Так. Получается вот это желтая грани к себе. Этот слева сверху неподвижный. Поехали. Простая первая. Аперма. Так. Три есть. Ну и теперь красный нужно доставить. А. Ну. Он уже хорошо стоит. Но стоит он настолько хорошо, что вместе с зеленым на одной грани. Или вместе с синим на одной грани. Но нам это не помешает. Вот чтобы отсюда красный поставить сюда. При этом не сломать синий. Мы будем играть вот на этой грани. Этот будет левым верхним. Чтобы был неподвижным. И либо два раза делаем аперм. То есть сначала красный перейдет сюда. А потом уже сюда. Либо один раз делаем его обратно. Аперм. То есть просто в обратную сторону движения. Так. Так. И вот. Красота-лепота. Мне вот такая конструкция нравится. То есть можно оставлять вот в таком виде. Да, конечно, здесь будет смазка иссыхать. И будет постепенно вращаться хуже. Поэтому лучше ненадолго. Но при желании. Можно вот эти детальки. Они из трех частей состоят. Разделить. Предварительно извлечь. И составить уголки вот нужного цвета. Желто-зелено-синий. И так далее. И тогда их можно ставить уже по своим местам. Но я пока не знаю, буду ли делать так. Напишите в комментариях, весело это или нет. Пока вроде бы и вот так красиво. А маленькие они вон там внутри прячутся. В общем, забавная головоломка. В цветном пластике еще веселее. Хотя и в черном можно сделать то же самое. Но, конечно, цвета будут одинаковые. Никаких хитрых алгоритмов здесь не требуется. Просто знание с кубикой робика 3х3. Ну, максимум рыбка. Если вы в методике для начинающих ее не использовали. А так, весьма рекомендую. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.